И, значит, задача спортсмена – это сделать как можно быстрее, точнее, и побеждает тут зачастую не тот, кто быстрее всех передвигается, но еще кто принимает правильное решение. Значит, основные проблемы при работе в дистанционном формате – это необходимость адаптировать учебную программу, как-то поддерживать мотивацию учеников, потому что все-таки для них это было непривычно, для них это была дополнительная нагрузка, потому что и школы перешли тоже на дистанционное. Значит, важный момент – это как удерживать внимание ребят во время занятий, потому что непосредственного контроля нету, и тут приходится придумывать некоторые хитрости, тонкости, но они, точнее, не придумываются, они известны, в общем-то, то есть я по них расскажу подробнее. Значит, также необходимо продумывать план занятия, как его сделать интереснее. Обязательно должно быть переключение активности, потому что об одном и том же говорить, например, полчаса – это слишком утомительно для ребят, и они теряют интересы и в конце концов просто слушают на автомате, так сказать. Ну и выдача и проверка домашних заданий, то есть какой-то контроль тоже необходим. Ну и в том числе важный момент – это снизить тревожность как детей, так и их родителей, потому что вот просто даже переход на новую платформу. Мы занимались на Zoom, а тут вот, например, Microsoft Teams или что-то еще, и это тоже стресс, который тоже надо оценивать, надо это или не надо. То есть любой новый формат – это дополнительный стресс. Ну и технические сложности у родителей в том числе, как обеспечить трех детей в семье, каждому по планшету компьютера. Ну давайте немножко поговорим про программу. В данный момент реализуются две программы по спортивному ориентированию. Одна из них – это спортивное ориентирование, большая пятилетняя программа, рассчитанная на широкий возраст занимающихся и совершенно разный опыт. Есть три группы сейчас по этой программе у меня. И есть маленькая группа для самых начинающих, основа ориентирования на местности. Она подразумевает в том числе и подключение родителей активное. Давайте начнем, наверное, с самых маленьких. Проблема в этом возрасте такая, что ребенок самостоятельно еще не всегда способен подключить устройство для занятий. Читать не все умеют считать, некоторые еще не очень уверенно это делают. И любые технические сложности для них являются колоссальным стрессом. Поэтому прежде всего я планирую занятия у этой группы таким, чтобы они были веселыми, интересными в виде игр и обязательно живым общением. То есть мы общаемся микрофоном, голосом. Сложности обучения ориентирования в дистанционном формате, это, конечно, очень сложно провести в полном объеме занятия по физической подготовке. Потому что у нас тренировки, в общем-то, в парке в лесу и достаточно длительные должны быть. То есть это не короткие ОФП, которые ребята проводят, конечно, но полноценно это какие-то длинные кроссы должны быть. То есть кто у меня уже не первый год занимается, он это делает сам. И я так подумал, что тратить ценное время в онлайне на то, чтобы проводить какую-то разминку ОФП, это не имеет смысла. Но зато мы можем это время потратить на совершенство технических навыков. И тут дистанционный формат, он оказался достаточно интересным, полезным и даже где-то более плодотворным, более, значит, доходчиво можно какие-то вещи объяснить. Потому что для меня идеальная тренировка с ребятами, это когда я с каждым прохожу, например, по какой-то дистанции, и мы с комментариями это делаем. Но это работа индивидуальная. То есть я это должен делать, в общем-то, с каждым отдельно. Если это групповые занятия, эффективности гораздо меньше. Потому что тут важно, какие решения принимает спортсмен на дистанции, как он их озвучивает, как он их реализовывает. И вот это надо смотреть. И в дистанционном формате это можно сделать более наглядно. Я потом попробую показать, как. Значит, ну вот для самых маленьких я обычно делаю какие-то простые упражнения. Вот, например, в данном случае мы видим изображение местности какой-то, и задача спортсмена дальше подобрать вид. То есть это была карта, вид сверху, и мы потом имеем четыре варианта, и вот надо выбрать соответствие. Вот, подобные задания есть на внимательность. Это, например, найди отличия на этих картах. Это две спортивных карты, и у них тут есть отличия какие-то. И также используются различные сервисы, которых сейчас достаточно много. Это, например, вот путешествие в лабиринте. То есть это можно делать онлайн. Я могу видеть, что делают ребята. Они включают демонстрацию экрана, и я прям вижу на их экране, как они проходят данную дистанцию. Это пример, просто скриншоты приведены. Если будет интересно, я подробнее дам ссылку потом. Значит, и есть еще неплохой очень тренажер для тренировки, запоминания пути в лыжном спортивном ориентировании. Когда сначала предлагается некая случайная карта, на которой зеленым нанесены лыжни, надо запомнить, а потом, нажав кнопочку старт, мы попадаем в экран, который расположен справа. И тут можно, то есть нужно тут доехать от треугольника до кружочка. Опять же, если это интересно, я потом покажу это вживую. Вот. Используются также различные Google-сервисы, потому что все-таки ориентирование – это занятие на природе, в большей части. И, значит, придуман некоторый сервис, который позволяет объединить спортивную карту с Google-картами или Яндекс-картами, где можно в реальном времени, передвигаясь с помощью сервиса, который снимает 3D-панорамы улиц, мы стрелочками можем двигаться по этим улицам, как будто мы путешествуем по другому городу. В данном случае это Венеция. Вот есть еще Кронштадт, такая же карта. И мы, подключая Яндекс.Мэп, мы двигаемся прямо по вот этим улицам и дальше там выполняем фотозадания на контрольных пунктах. То есть мы должны, например, определить, что на контрольном пункте, сколько там стоит, например, фонарных столбов на площади или там какого цвета ворота. То есть какие-то дополнительные задания, которые можно, не выходя из дома, решать, передвигаясь вот именно по панорамам. Ну и достаточно серьезным помощником в ориентировании в дистанционном формате являются программы-симуляторы спортивного ориентирования, которые позволяют с точностью, почти стопроцентной точностью имитировать все движения, симулировать все действия спортсмена на дистанции и пройти какие-то предложенные или заранее спланированные тренером. То есть я могу сам спланировать какую-то дистанцию для какой-то группы и предложить ее ребятам, и мы ее проходим. Либо это делаю я сам с демонстрацией своего экрана на, значит, и со своими комментариями обязательно. Опять в конце я покажу ролик и расскажу подробнее. Вот в данном случае здесь представлена программа Catching Future, самая старая, самая известная. Она платная, к сожалению, цена порядка 24 долларов для каждого пользователя. Поэтому, к сожалению, каждому ребенку такую, наверное, только если подарок родителей делают и все. Но есть бесплатная демонстрационная версия, на которой мы даже провели один из этапов первенства по туризму летом этого года, прошлого года. Значит, еще одна более современная программа называется Virtual.O. Она уже с более современной графикой. Значит, травка колышется, птички поют. И это какая-то отдушина является для ребят, сидящих дома. Вот, и тут то же самое, значит, предложена, видно на карте предложена дистанция. Все это происходит в трехмерном виртуальном мире. Задача спортсмена пройти дистанцию, и после можно провести анализ. Формат такой же точно, что мы можем это сделать, как я раздам каждому какие-то дистанции, они ее проходят, если у них есть этот симулятор. Либо мы на занятиях делаем это с моими комментариями, то есть в режиме демонстрации экрана, или с комментариями какого-то другого участника. То есть когда мы по очереди обсуждаем сначала, например, вариант движения, потом реализуем его, то есть какие действия, проговаривая все действия. И вот это как раз большой плюс того, что это все хорошо видно на экране, это можно остановиться в любой момент, даже можно взять и что-то нарисовать. То есть плюс зуба в том, что мы можем выбрать какие-то различные варианты и каким-то образом их обсудить, выяснить, какой же лучше, разработать план движения, как, что, что я буду делать, этот камень я тут замечу, тут поверну налево, тут направо, тут просеку увижу, тут болото обойду. То есть все вот эти действия мы можем проговаривать, и при этом видим это все на экране. И после того, как дистанция пройдена, можно включить сервис GPS трансляции, в котором другие участники показаны тоже в виде таких червячков. То есть в реальном времени прямо видно со старта, как они передвигались, какой путь они выбирали, где ошибались, и это все проанализировать. То есть мы после прохождения тренировочной дистанции, мы можем посмотреть, каким путем двигался спортсмен, почему он тут замедлился, почему тут он ошибся, и все это проанализировать. То есть дополнительные средства для анализа ошибок. Значит, давайте я сейчас тут покажу вам немножко видео, видео, которое показывает процесс. Процесс ориентирования в симуляторе виртуалово. И вот тут видео с обрезками, коротенькое. Сейчас я попробую сделать более плавную анимацию. У вас, возможно, это рывками. То есть здесь видно действия спортсмена. Например, я могу это делать сам, показывая ребятам и комментируя, что я делаю. А можно, чтобы они руководили мной, как будто словами. То есть они мне объясняют, что надо делать. Я как бы повторяю их команды. Ну вот мы дошли до контрольного пункта. Все достаточно реалистично. Тут можно включать различные режимы, в том числе и ночной, когда у вас есть свет фонаря. И вот тут давайте посмотрим как раз прохождение, анализ дистанции. После того, как я пройду дистанцию, можно запустить. И синий червячок на карте показывает, как я двигался на контрольный пункт. Тут я бегу по тропе. В этот момент я сворачиваю, поднимаюсь в горку, дохожу до камушка. Вот программа это тоже платная, но стоит она порядка 2000 рублей. И бывают скидки. И очень хорошо можно проанализировать какие-то технические ошибки, моменты улучшить. То есть тут по выбору пути. Значит, ну вот сейчас еще несколько режимов. В том числе и есть режим, так называемая коричневая карта, когда убрано все, кроме рельефа местности. Вот, например, есть достаточно интересная карта. Вот другой вариант, на котором убраны все дороги. А вот вариант, в котором только оставлен только рельеф местности. То есть в данном случае убрано с карты. Все в реальности такое так просто не сделать. Есть специальные тренировки. То есть когда мы учим, например, чтению рельефа местности. Вот здесь на карте только рельеф. И это, конечно, очень интересные возможности такой программы. Ну и тут я немножко промотаю. Вот разные погодные условия. Туман можно добавить. Ночь. Вот совы начинают. Там или какие-то ночные птицы. То есть это несколько атмосферность добавляет. Вот обычно ребята очень ждут. Занятия я строю так, что, например, сначала мы занимаемся некоторой теорией. После этого обычно делаем какие-то упражнения, задания тестовые, чтобы понять, насколько ребята усвоили это все. И в конце они очень ждут, когда как раз мы запустим симулятор. Им это очень нравится. И мы проходим либо они по очереди, либо я сам занимаемся вот в симуляторе. Так как ограничение 40 минут, это как раз очень хорошо разнообразит занятия. То есть за 40 минут мы успеваем обычно и теорией заниматься минут 15, и тесты минут 10, и оставшееся время симулятор. И давайте я... у нас осталось чуть-чуть времени. Я сейчас вам еще покажу одну минуту. Попробую вам показать. Так, я надеюсь, запустилась демонстрация. Это как раз тренажер на зрительную память и выбор пути в зимнем спортивном ориентировании. Так, сейчас я попробую проверить. Да, вот запустилась вроде, наверное. Сейчас почему-то у меня не уверена. Вот, кстати, хороший совет. В этом случае, когда проводите онлайн занятия, можно параллельно заходить, например, с телефона или с другого устройства, чтобы контролировать, что видно на экране у остальных ребят. Иногда какие-то технические вопросы можно решить. Например, кто-то говорит, что нет звука. Вы смотрите, у вас все есть на телефоне. Потому что стороннее устройство, оно все-таки не от вашего компьютера, а идет уже через сервис Zoom и попадает на другое устройство через сервис. То есть это можно определить, у кого проблемы. У вас или у ребят. И как-то им помочь. Вот, в данном случае, наверное, у вас запустилось. Я, кстати, у себя на всякий случай запустил сейчас телефон. Мы можем выбрать какую-то понравившуюся нам карту, выбрать перегон так называемый, и дальше включить компас и попробовать его пройти. Ну вот, например, я запомнил. Дальше я перехожу. У меня появляется точка, откуда я стартую, и по стрелочкам я должен двигаться. Это совершенно замечательно решается в группе. Когда дети хором начинают советовать, куда передвигаться, вот я попал. Значит, зимнее ориентирование отличается от летнего тем, что мы двигаемся по лыжням, по сетке лыжней, так называемой, которую готовит организатор. Она очень похожа на то, что вот сейчас изображено. То есть она бывает даже нелогична. Дальше я хочу показать еще примеры тестов. У меня много достаточно собрано тестов в Google формах, в которых различные аспекты ориентирования технически тестируются, в том числе обучающие даже есть. Но вот есть еще как раз сервис, который я хочу показать. Недавно нашел. Мы на нем провели несколько занятий даже. Значит, это вот лабиринт. Ну, тут несколько заданий. Мы сейчас про них. Вот есть трехмерный лабиринт. Я включаю карту. Я вижу, мы находимся на треугольнике. Нам надо попасть на первый контрольный пункт. Опять же, ребята запоминают все это можно. Опять же, хором, слух, групповой форме. И вот я передвигаюсь там стрелочками. Направо, вперед, налево, вперед, вперед, налево, вперед, 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 направо, вперед, налево. Я пришел к первому контрольному пункту. Вот. То есть это в себе все примерно так. То есть я пришел. Сейчас прошел вот так шагами некоторыми. Что тут еще есть? Значит, еще у нас есть различные упражнения, которые мы делаем. Это, например, оценка пути. Надо, соответственно, в форме теста какую-то-то что-нибудь для этого подходит. Или Google формы, или в реальном времени. Вот сейчас выбрать, какой путь является коротким. Например, и я там выберу. И тут как бы дается оценка. Я просто сейчас покажу, какие варианты. Это можно сделать самостоятельно. Значит, потому что материал в интернете по этому поводу сейчас очень много. В том числе тесты Маргуновой, по-моему. Вот, например, понимание рельефа местности. Тут надо определить. Мы от треугольника до финиша. Мы поднимаемся. Вверх идем вниз. Или вверх-вниз. Затем... То есть опять же в форме теста можно дать ответ. Вот тут, например, вверх. И так далее. То есть обучающие такие занятия, которые подходят для дистанционного формата обучения. То есть это можно как в виде тестов онлайн делать. Оффлайн. Ну, то есть когда я даю задания, так и в виде работы в классе в реальном времени. То есть вместе с группой. Кто быстрее, например, ответит на вопрос. То есть здесь, например, это вверх, потом вниз. Вот, так же есть упражнение. Давайте мы... Ну, найди отличия. Здесь надо выполнить некоторые задания. Например, сколько построек не хватает. У нас есть оригинальная карта и карта с убранными какими-то постройками. Надо правильный ответ дать на внимательность. Ну, тут я все не буду. На самом деле тут очень много. Например, есть даже собрано. Это не я сделал. У меня такие есть подобные. Здесь просто собрано все. Значит, вот здесь тоже определить кратчайший путь. Самый быстрый путь. Значит, красный, оранжевый или синий. Ну, в данном случае я считаю, что синий самый быстрый. И мне дается ответ. Да, и даже в секундах примерное прохождение каждого путем. Более того, потом можно даже просмотреть видео записанное. Как спортсмен проходит эту дистанцию. То есть вот он сейчас двигается по синему пути с видео. То есть съемка экшн-камерой. Так, и, ну вот, собственно, страничка в стиме программы VirtualO. Значит, и есть еще тип заданий, который называется точное ориентирование по тропам. Тоже подходит для дистанционного формата. Это когда у нас есть некая фотография, на которой стоят установленные контрольные пункты. А дальше дается задание, и надо определить соответствие. То есть тут различные варианты есть. То есть задача по фотографии, по легенде, то есть определить точно, в точке ли стоит контрольный пункт или нет. И дать ответ в виде да нет. Вот. Значит, таких тоже много. Сейчас можно подключаться к различным соревнованиям, которые проводятся сейчас. Как раз онлайн, трейл, ориентирование. Вот. Наверное, на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, я сейчас с удовольствием на них отвечу. Продолжение следует... Ну и кому интересно, значит, я сейчас оставлю свои координаты. Так, сейчас что-то пошло не так. Значит, можно мне позвонить, написать на WhatsApp. Я отвечу на какие-то вопросы, если вам будет интересно. Соответственно, подскажу по программам. Так, всего доброго. Тогда завершаю. Спасибо.